Убирать нельзя, оставить. Со знаками припинания в этой фразе жители выгонки определились давно. У нас должна быть альтернатива, говорят они. Орловчане категоричны. 47-ю и 48-ю маршрутки надо сохранить. Угроза отмены популярных рейсов пугает. Эти маршруты связывают выгонку с советским районом. Будет транспортный коллапс и сотни недовольных, говорят люди. Напомним, еще летом перевозчика проинформировали о расторжении договора с 1 января 2018 года. Надо обязательно оставить, потому что маршрут очень удобный, направление хорошее. И по наполняемости очень много народу всегда ездит. А на троллейбусе почему вы сейчас не поехали? Нам неудобно, нам надо через Герценицкий мост проехать, а троллейбус по кругу идет. Быстрее, троллейбус может остановиться, там рожки могут отскочить. Транспорта много не бывает, тем более скоро холода и мерзнуть на остановках совсем не хочется. Часто ходит хорошо, мне нравится. Вот всегда он ходит, народу очень много на нем, вот очень нужный маршрут. Вы посмотрите, сколько сейчас сидит, он только вышел с кольца и всегда на нем больше всего народу. Поликлиники, детская, взрослая, то, что надо нам, этот маршрут, очень удобно. Не надо отменять, а тем более пенсионерам мы постоянно туда, в поликлинике ездим. Водитель троллейбуса сетует силы, а вернее скорость не равны. Популярные в народе 47-й и 48-й дублируют пятый маршрут. Мы на троллейбусах едем пустые за маршрутами. Ну, у них маршрут подлиннее, но если за круг, то минут 10 они и поменьше, получается, едут. В ход идет еще один довод представителя муниципального транспорта. Извечные конкуренты, маршруточники забирают пассажиров и их деньги. Поэтому надо не только оставить все как есть, но и урезать аппетиты частников. Хотя бы половину их урезать это надо, потому что их очень много. В понедельник на заседании правительства в администрации региона транспортную тему поднял временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков. У нас с вами только по этим двум маршрутам 7 тысяч подписей собрали жители. И это просто показатель непродуманности решения, которые принимаются. Мы с вами неоднократно уже обсуждали, чтобы для выстраивания транспортной модели города, связанной с областными маршрутами, нужно просчитать все обстоятельства. Будем поддерживать и трамвайные, и троллейбусные сообщения, и муниципальные перевозки. Но эти решения должны предприниматься с учетом мнения жителей, с учетом экономической целесообразности, с учетом всего комплекса мер. Давайте жителей успокоим, эти маршруты сохраняем. Как только мы с вами вместе со всеми обсудим профессионалами, экспертами, где и как мы можем усилить, изменить направление, тогда только решение будем принимать и их жителей тоже доводить. То есть решение будет положительное, маршруты не отменят? Да, конечно. Более того, данный вопрос рассматривался и на депутатских группах, и на сессиях городского совета, и везде этот вопрос получил свою актуальность. Мы, конечно же, прислушиваемся к жителям и примем решение, не будем отменять эти маршруты. Напомним, положительное решение своего проблемного вопроса ждут жители Уридского района. Детсад закрыт полтора года на ремонт. Вроде бы и финиш был рядом, но денег на завершающий этап не хватило. Во время своего визита в район Андрей Клычков лично оценил масштаб выполненных работ. На совещании озвучил поручение. Просто недопустимо, когда сделать ремонт в детском саду, и потом бросить его на полдороги. Со всеми департаментами необходимо с главой района мы обсуждать. 1 сентября мы должны детский сад открыть. Муниципальный час для Покровского района. Глава Дмитрий Романов рассказал о забуксовавших проектах по малоэтажному строительству и дорожных проблемах. Остро стоит вопрос капитального ремонта дороги в поселке Покровское. Протяженностью 1,6 километров. Также, Андрей Евгеньевич, просим вас выделить субсидию за счет средодорожного фонда Орловской области в размере 10 миллионов рублей. По выделению субсидий средодорожного фонда рассмотреть вопрос при наличии минимальной возможности решить. На территории района 13 сельских поселений. Самодостаточно только 2. В 6 доходов не хватает на выплату заработной платы аппарату. Если изучать опыт других областей, то там были варианты и укропнения. Определить возможность по дате, вместе сесть, посидеть, посмотреть ситуацию в каждом районе, где есть какая потребность, где сами главы понимают необходимость, где жители выступают с подобными предложениями, чтобы мы с вами спокойно проработали, если и нужно, механизм этого реформирования, где-то объединения сельских поселений, если это нужно, если это не нарушит ту работу, которая есть на местах. Потому что сверху проводить подобную реформу, не считая нужным и необходимым, она должна, если идти, то только с учетом четкого понимания руководства района необходимых преобразований. Дмитрий Романов сказал, что знает, где и когда лучше провести это совещание. Хорошо бы, чтобы это заседание проходило где-то в сельском совете и желательно в зимнее время. Это наглядно показывает ту проблему, которая существует. И желательно, чтобы оттуда выехать нельзя было, да, Дмитрий Иванович, подольше. Торосили, пока не решили вопрос, и нечего выезжать. Наталья Пехтель, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.